В селе Новый Чурашево и Бресенского района уже полгода работает новое предприятие. Весной в район пришел новый инвестор, который открыл цех по сбору, приемке и первичной переработке сырого молока. Глава Чуваши лично познакомился с работой молочного завода. Раньше на этом месте находился консервный цех колхоза «Красный партизан», который так и не достроили. Лишь в этом году ситуация изменилась, отмечает глава администрации и Бресенского района. «Красный партизан» – тут довольно-таки приличная площадь. Сейчас, в настоящее время, они от населения и других сельхозтоваропроизводителей в сутки собирают и охлаждают около 100 тонн молока. И собирают по приличной нормальной цене. У сельхозорганизации молоко закупается от 19 рублей за литр, у населения – от 16 рублей. Пока предприятие работает не на полную мощность. В сутки здесь могут принимать до 150 тонн молока. Но хозяева молозавода не собираются останавливаться на достигнутом. К началу следующего лета на пустующих площадях появится новый цех по глубокой переработке сырья. Здесь будут производить сливочное масло и сухое обезжиренное молоко. Строительство второй очереди обойдется в 50 миллионов рублей. Когда глубокая переработка начнется, значит, в дополнительные рабочие места сразу пополнится бюджет муниципального образования. На небольшом заводе трудится 15 человек. Но с расширением производства появится возможность дополнительно трудоустроить еще 45. Они на сегодняшний день удовлетворены. То, что взяли вот этот цех, на первом этапе организовали, во-первых, 15 рабочих мест. Люди работают, люди удовлетворены. И на уровне сельского поселения, в населенных пунктах, создается конкурентная среда. Цены на молоко пошли в рост. Для сельхозтоваропроизводителей это очень важно. В прошлом году, когда цены упали в летнее время, мы даже с бюджета выделяли, потому что не могли себе стоимость перекрывать по цене реализации. В данном случае сейчас те производители, которые продают сюда молоко, от качества, от жирности они получают даже более чем 20 рублей. И я могу сказать, и это хочу подчеркнуть, основным источником для сельхозтоваропроизводителя это будет доход от производства и продажи качественного молока. Галина Титарчук, Андрей Спиридонов, Республика.